Мы находимся на 11 градусе северной широты в Южной Индии. Это идеальная погода для выращивания кофе. В Южной Индии есть районы с кофейными плантациями в горах. В юности я много времени проводил в Курге. Местные горы покрыты кофейными деревьями. Это кофейная страна. Через несколько месяцев, где-то в январе-феврале, кофе начнёт цвести. Когда кофейные растения расцветают, вся гора становится частично белой из-за белых цветов, похожих на жасмин. И, хотя зёрна и бодрят, но аромат цветущего кофе совершенно пьянит и завораживает. Очень трудно объяснить или описать этот опыт. Я ощущал это много раз. Я взял с собой пару человек и хотел, чтобы они испытали это. Оказавшись на кофейной горе или на кофейной плантации, как её ещё называют, я неизбежно должен был написать что-то о кофе. Сейчас я живу в Тамилнаде. Здесь выращивают не так много кофе, за исключением Иркода, которая находится недалеко от Сейлема. Тамильцы — любители кофе. Они просыпаются утром не от восхода солнца, а в основном от чашки кофе. Они овладели мастерством приготовления кофе. Возможно, тамильский фильтрованный кофе выделяется на фоне всех остальных в мире. Они разработали систему, позволяющую изулечь максимум пользы из кофейных зёрен. Даже если вы дадите им зёрна кофе очень низкого сорта, они приготовят отличный кофе. Представляю вам оду кофе. Ода кофе. Как семя кофе не раскрывает форму дерева, так и невинность лица младенца не выдаёт ни мудреца, ни будущего колдуна. Красота белого цветка, способная соперничать с величественным жасмином, не раскрывает безумный и пробощающий состав его бобов. Половина мира покорилась ему. Другая же половина либо не знает о его магии, либо стала аскетами и отказалась поддаться ему. Во всей человеческой изобретательности, в извлечении удовольствия и питания из груди Матери-Земли, ты, кофе, выделяешься как то, что вселяет яростную, неугасающую веру. Ты затмил Владыку Света. Ты затмил Владыку Света. Ведь для верующих в Тебя начало дня — это Ты, кофе, а не рассвет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова